Привет! Летний сезон уже совсем близко, а это значит что и близится пара пикников, прогулок и посиделок на открытом воздухе. А еще это означает что неизбежно переходит время для портативной акустики. В своем сегодняшнем видео я расскажу о новой Bluetooth колонке от Tronsmart под названием T7 Lite. Обычную T7 я уже успел послушать и обзор на нее имеется на моем канале. Не трудно догадаться что Lite версия будет несколько упрощенным ее вариантом. Итак перед нами черное устройство цилиндрической формы обтянутое черной акустической тканью. Это получается такой классический строгий вариант. Но для тех кто любит цвета повеселее, производитель для этой модели предлагает еще три вариации. Темно-синий, розовый и эдакий летний мятный. Сам бочонок имеет длину в 195 миллиметров и 72 миллиметра в диаметре по всему корпусу, без выступов и впадин. Весит колонка 470 грамм, а для транспортировки здесь предусмотрен тканевый шнурок. На так называемой лицевой стороне, чтобы не запутаться поместили фирменный логотип. И так чтобы колонка не каталась в горизонтальном положении по столу, а лежала лицом к пользователю, к корпусу прикрутили две крохотные силиконовые ножки в определенных местах. Но при желании устройство можно поставить на один из торцов. Для этого здесь разместили противоскользящее кольцо. Но таковое имеется только на одной из сторон, так что здесь надо быть повнимательней, иначе на громкости в 50 плюс процентов колонка убежит или просто свалится от вибрации. Как свойственно почти всем устройствам Tronsmart такого цилиндрического типа, панель с кнопками имеет подсветку некоторых из них и защищена от попадания влаги. Блок управления имеет механические клавиши, покрытые силиконом. Здесь у нас как обычно есть плей-пауза, переключение трека вперед и назад, совмещенное с регулировкой громкости, кнопка Power и Bluetooth сопряжения, а также клавиша активации режима Sound Pulse. В колонке имеется встроенная светодиодная подсветка и три режима ее работы. Лампы разместили в круглые торцы корпуса, а переключать их между собой можно с самого устройства посредством однократного кратковременного нажатия кнопки Power. При желании световые эффекты можно отключить вовсе. В нижней части кнопочного блока под заглушкой имеется разъем для зарядки Type-C и слот для установки карточки памяти форматом microSD. AUX разъем в данной модели отсутствует, заглушка утапливается в корпус устройства довольно плотно. Как и в старшей модели, здесь производитель обеспечил класс влагозащиты по стандарту IPX7, что в свою очередь сделало колонку более устойчивой к утоплению. По идее, легкое погружение под воду выдержать она должна. За связь отвечает современный модуль Bluetooth версии 5.3, а передачу звука обеспечивает единственный аудиокодек SBC. Аппаратно за звук в колонке отвечает два активных динамика и три пассивных излучателя. Суммарная мощность всей системы получается порядка 25 Вт. Исходящий звук здесь направленный и не распространяется равномерно на 360 градусов, как в старшей модели. Однако играет устройство довольно громко и способно обеспечить звуком как небольшое помещение, так и уличные посиделки у мангала. По качеству звучания могу сказать однозначно, что она отлично подойдет под все современные популярные жанры музыки. А вот по громкости и мощности я бы поставил ее между малышкой Tronsmart Trip и старшей T7. Несмотря на более упрощенную конструкцию, низких частот тут приличное количество, хоть в целом и меньше чем в T7. Колонка играет чистенько, не хрипит и не ловит перегрузов даже на 100% громкости. Бас здесь есть, хоть и некоторым судя по отзывам его не особо достаточно. Не знаю, как по мне, особенно при активации надстройки Sound Pulse, звук изнутри исходит объемный, драйвовый и приятный. Инструменты хорошо различимы, а вокальные партии не съедаются басом. И вот лично мне такая частотная картина определенно нравится больше. За счет своей широкой середины звучание здесь получается намного масштабнее, нежели к примеру у той же Trip, которая хоть и призвана поднимать настроение, но T7 Lite делает это куда интереснее. Да, эти колонки немного разного уровня, но если к примеру выбор стоит между ними, то я однозначно посоветую докинуть денег до T7 Lite, ведь она реально будет универсальным решением под разные задачи, сочетающая в себе компактность и легкость Trip и при этом имея более мощное звучание, близкое к старшей T7. И все же для тех, кому в стоковом звучании версии Lite будет недоставать каких-то частот, то для таких людей есть фирменное приложение Tronsmart со звуковыми настройками. Здесь имеется как несколько готовых пресетов, так и собственный ручной эквалайзер, так что настроить колонку под себя можно различными способами. К слову сказать, при первичном подключении к программе уже прилетало одно обновление и некоторые стартовые недоработки им поправили. Как и в большинстве колонок производителя, здесь имеется опция стереопары, то есть имея на руках два таких устройства, их можно заставить работать одновременно от одного источника. Но помимо всего прочего порадовала и еще одна современная и довольно востребованная опция, это Multipoint. Одна такая колонка может быть сопряжена с двумя устройствами одновременно. Это удобно как в домашнем использовании при работе, к примеру, с ноутбуком и смартфоном, так и где-то на отдыхе в моменты, когда кто-то из друзей захочет проиграть свои любимые композиции с той же колонки. Данная функция позволит подключить другой смартфон без необходимости отвязывать основной. Что же касается автономности, то с этим здесь полный порядок. Внутри установлен аккумуляторный блок на 4000 мАч, чего при учете конструктивных особенностей и мощности динамиков хватит часов на 7-8 при уровне громкости в 80%. Разумеется, при этом надо выключить подсветку, ведь лампочка съедает приличное количество энергии. Так что, если хочется красоты, то придется пожертвовать временем работы. Тем не менее, если говорить в целом, то учитывая стоимость в районе 2500 рублей, колонка получилась удачной во всех отношениях. Я бы назвал модель T7 Lite эдакой золотой серединой или неким универсальным устройством под различные сценарии использования. Это реально компактная портативная колонка как для домашнего использования, так и для уличного. Так что если все вышеперечисленное вас полностью устраивает, то рекомендую присмотреться к этой новинке. Кстати, в качестве хорошего подарка такая штуковина может прекрасно подойти. Стоит недорого, а эмоции подарит положительные. Ну и на этой прекрасной ноте я пожалуй буду закругляться. Все что хотел по этой модели я сегодня рассказал. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию и до новых встреч. Пока-пока.